Всем привет! Я решила продолжить свою рубрику Best 1 to 3 и для сегодняшнего выпуска я составила свой личный рейтинг самых знаменитых японцев в России и трех самых знаменитых в русских Японии. Ну что, поехали! Кто же те три японца, которые стали известными в России, а также русских, которые стали такими популярными в Японии? Это лично мое умение, поэтому кто с этим не согласен, пишите в комментариях. Итак, начнем третье место России. Я отдала группе Тату. Группа Тату была создана в 1999 году. Это единственная из русских музыкальных групп, которая добилась такого масштаба на мировой арене. В Японии эту группу многие еще помнят, но больше из-за скандала, который произошел из-за отказа спеть в прямом эфире программы Music Station TV Asahi. Такой черный пиар прошел бы в Европе, но не в Японии. Как признаются в дальнейшем сами участницы группы, это была их самая большая ошибка. Ну что же, ради справедливости стоит отметить, что Тату это единственная музыкальная группа, которой удалось покорить японский алим-шоу-бизнесом. Надеюсь, в нашей группе Макс Лакс, посмотрите наше видео, также в скором будущем удастся это сделать. Но не со скандалами, а просто покорить японские сердца. Приходим к рейтингу известных японцев в России. Еще давным-давно, живя в России, честно вам скажу, японской культурой я никогда раньше не интересовалась. Ну вот, о таком всемирно известном бестселлере, как норвежский пес, я уже слышала даже в те времена. И поэтому на третье место я заслуженно ставлю Харуки Мураками. Харуки Мураками родился в 1949 году в городе Кёта. В возрасте 29 лет, во время бейсбольного матча, он просто понял, что мог бы написать книгу. В России Мураками Мания началась еще в 90-х годах, и до настоящего времени писатель очень популярен в нашей стране. Выход каждого романа производит фурор, но главным бестселлером является Норвежский лес. Про этот роман, я думаю, слышали многие, но прочитали, наверное, все-таки не все. Честно скажу, я уже прочитала этот роман, живя здесь, в Японии. Мне, кстати, он очень понравился, и я стала поклонницей этого писателя. Также сделали экранизацию фильма, но, если честно, она мне совсем не понравилась, я даже не смогла сносмотреть до конца. Все-таки книга оказалась гораздо-гораздо интереснее. Но это бывает так всегда, когда сначала читаешь книгу, а потом смотришь фильм. Маленький перекус перед вторым местом. Как раз принесли мой заказ. М-м-м, вкусно. Ну что ж, как говорится, после вкусного обеда, по закону Архимеда, мы переходим ко второму месту. И на второе место я поставила Алину Загитову. Алина Загитова, российская фигуристка, родилась в 2002 году. Олимпийская чемпионка 2018 года и завоевавшая весь большой шлем, все титулы в мировом фигурном катании. Всемирный известный японский бренд Shiseido выпустил с ней линию продукции. А также японцы подарили Алине щенка Архимеда Ину. И вручал ей никто иной, а бывший премьер-министр Японии Синзо Абе. Я не преувеличу, если скажу, что в Японии обожают Алину Загитову. И если вам сделают комплимент, что вы чем-то на нее похожи, даже если у вас не ничего нет общего во внешности, поверьте мне, это лучший комплимент. Но не забываем, как для европейцев все азиаты на одно лицо, как же и для японцев все европейцы между собой очень сильно похожи. Переходим ко второму месту известных японцев в России. Уже живя в Японии, я как-то летом приехала домой. И хоть я не являюсь ярой поклонницей футболы, но меня приблел один игрок из ЦСКА. Такой симпатичный, загорелый азиатской внешности главный. Почему-то он очень много появлялся в новостной ленте, а также в каких-то новостях. Я узнала о том, что это японский футболист Кейски Хонда. Кейски Хонда родился 13 июня 1986 года в Осоке. Свою известность у россиян он получил, играя за московский ЦСКА. Благодаря забитому голу Хонды, ЦСКА впервые в своей истории вышел в одну четвертую финала Лиги Чемпионов, чем заслужила любовь российских фанатов футбола. Именно с Россией я стала наблюдать за этим игроком сборной Японии. Хотя за ЦСКА он уже давно не играет, но думаю, за тот период времени он разбил не одно русское женское сердце. Итак, вместе с десертом. Для меня лучший десерт – это капучино. Переходим к первому месту. Я родилась и выросла в городе Героя Тули, прославленный своими тульскими пряниками, самоварами и ружейным мастерством. Но из японцев практически никто не знает об этом. Только тогда, когда я начала говорить, что я родилась там, где жил Лев Николаевич Толстой, мне не встречался еще ни один японец, который бы не знал этого писателя. О Пушкине и Лермонтове здесь многие не слышали. А вот Толстой и его «Война и мир» и Анна Каренина у всех на слуху. Ну что же, вкусный обед съеден, очень вкусный кофе выпьет. И теперь переходим к первому месту. Сейчас в России, как и в Японии, просто бум в фигурном катании. Фанатов просто миллионы. Кстати, я себя к ним тоже отношу. Я просто обожаю фигурное катание. И вот среди этих миллионов нет ни одного человека, кто не знал бы этого фигуриста. И это Юдзору Ханю. Юдзору Ханю – японский фигурист-одиночник. Обладатель всех титулов в фигурном катании. Двухкратный олимпийский чемпион 2014 и 2018 года. Множество раз обновлял мировые рекорды. Родился Ханю 7 декабря 1994 года. В возрасте 4 лет начал заниматься фигурным катанием. Фигурист не ведет социальные сети. Про его личную жизнь нет практически никакой информации. Все это создает вокруг Ханю ореол мистической тайны. Желтый плюшевый Винни-Пух – многолетний символ фигуриста. И после каждого его выступления каток заполняется тысячами таких игрушек. Спасибо всем большое, что посмотрели мое видео до конца. Как я и говорила в начале своего ролика, что это личный мой рейтинг и мое мнение. Если кто-то с ним не согласен, обязательно пишите в комментариях. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok